Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами опять я, Лидия, со своими криминальными историями в этот раз. Не могу не выразить величайшую от всего сердца благодарность всем, кто меня смотрел и смотрит, потому что, ну, столь вот таких вот отзывов, кстати, о моей скромных таких видео, просто я не знаю, на какой счет отнести. Я вот лично только отношусь за счет вашего великодушия, так сказать, и уважения к моим сединам, как бы что ли, как бы нет. Но, тем не менее, я все-таки девушка, я пожила, вот будем так говорить, некоторое количество лет. И поэтому я далеко от мысли, что я, так сказать, обладаю каким-то ораторским искусством особым, каким-то шармом, какой-то харизмой и прочими делами. Ну, вот я говорю еще раз, что благодарю вас всех за ваше великодушие. Один вопрос прозвучал у одного из смотревших видео, что я вот как у следователя у меня, есть ли какие-то такие вот лазейки, какие-то вот тонкости при общении, при расследовании уголовных дел. Ну, что я могу сказать? Я уже говорила о том, что работа следователь, она весьма прозрачна. То есть ни шагу нельзя ступить без того, чтобы не оформить любое слово, любое действие тем или иным протоколом, постановлением и так далее, и тому подобное. То есть я не могу в своей деятельности какие-то уловки, какие-то тонкости использовать просто-напросто, потому что это мне не позволено законом. Вот. И в противном случае все, что не укладывается в рамки Уголовно-профессионального кодекса, а там все действия следователя расписаны от и до, все это называется, называлось у нас вот так вот, не у нас, а в суде и у прокурора, незаконные методы расследования. А если незаконные методы расследования будут установлены, соответственно, наступает ответственность и лица, которая производила таковое действие. Не только дисциплинарное, но даже и уголовное. А потому вот какие-то тонкости, какие-то подходы, такие и прочие дела, это все, кстати, следователям отдано на откуп оперативным работникам, прежде всего. То есть они первые, кто встречается, по сути дела, с подозреваемыми, свидетелями, да, с любыми, с потерпевшими, с тем или иными лицами. Они изыскивают свои оперативные, так сказать, способы, методы, как подойти к этому человеку, если он не идет на контакт, если он не рассказывает, если он не показывает. Тут и торговля как бы, вот ты нам все рассказываешь, а мы тебе там свидание, передачу, вот это, вот то, пятое, десятое. И это может быть, или, например, мы гарантировать, конечно, никто не может, что там, чего-то со сроком наказания, с мерой наказания, или с режимом, или еще с чего-то. Но может быть, мы как-то вот по своим каналам поговорим, чего-то как-то, возможно, все это. Ну, то есть, там вот масса таких вот, просто посидеть, чай попить, покурить, долго ли, коротко ли, с 80 от объекта и так далее. Обманывала ли я, будем так говорить, грубо говоря, да? В общем-то, как Макивили говорил, что для достижения цели все средства хороши. И, в общем-то, вот, вы знаете, я в своей деятельности, когда дело вот не идет, то есть не раскрывается никак, и человек не идет на контакт, а его показания нужны непременно для восстановления всех и мотивы, и способы, и время, и так дальше. Все, что требует от нас восстановления истины по делу. Вы знаете, вот с души воротит, но не идет, ну, боже мой, боже мой, ну как, ну как, ну как еще, что еще сделать? Я мечтала в свое время, например, об обладании какой-то таблетки или сыворотки правды. Вот ввести бы, например, этому человеку, и быстренько, быстренько он бы не сказал. Ну, кому от этого плохо? Вот кому от этого плохо, если человек рассказывает правду? Нет, мы на страже, прежде всего, обвиняем, подозреваем их всегда и везде. Мы лучше обвиним следователя, оперативника во всяких разных незаконных методах воздействия, а уж этот-то у нас, так сказать, голубчик, мы около него пляшем, поем и всячески его ублажаем. Не дай бы же обидеть, не дай бы же, он нам заявит, что в отношении него были допущены те или иные незаконные методы расследования. Я уж не говорю, там, о мурдобой, либо там еще о чем-то. Вот так. Я просто расскажу коротко один факт, один, единственный в своей деятельности. Я еще в районе работала, и было у меня в производстве уголовное дело в убийстве женщины. Подозревался в убийстве ее муж. Но дело, видите ли, в чем. Как бы он не отрисал, что он ее убил, ножом зарезал, сердце гряну. Но здесь он выдумал такую версию защиты своей, что, мол, она-то на меня, я вот спал, вот такой, мы, правда, выпили до этого, у нас вроде как было, чего-то там поссорились, а потом я, значит, пошел и лег спать, и вдруг она, такая-сякая розетта, такая ни с того ни с сего глубокой ночью, вдруг подскочила ко мне с ножом, да и порезала мне горло. И прямо вот от уха до уха, я тут как вскочил, ничего не понимая, я у нее этот нож-то отобрал, да вот ей-то в попыхах, вот в состоянии аффекта, будем так говорить, да, и нанес вот это ножевое ранение, сам себя не помню. То есть я защищался. Ну, в принципе, если уж по большому счету, раньше как-то было лояльнее, вот это необходимая оборона, должны быть соответствия средств нападения и средств защиты, как бы соответствует нож. Но в данном случае уже нападение-то было окончено, то есть она нанесла ему это ножевое ранение по голову, и вроде как дальше нападать не собиралась, а он-то ее и зарезал. Ну, бог с ним. Вроде как аффект, но нет, ну не аффект. Но дело в том, что она была отставлена в морг после осмотра и в плане необходимых следственных действий, а его доставили в больницу, соответственно, быстренько, поскольку кровотечение такое или тякое наблюдалось, то ему хирург, естественно, рано это обработал, обычно несколько ее взять, чтобы края были ровные, сшивают, повязки и т.д. То есть, когда дело попало, в смысле, когда я приняла его к производству, то он уже вроде как в больнице отлечился чутка, угрозы жизни не представляло никакой, и был получен, был арестован, находился в ВВС. Но не верила я, что вот эта хрупкая женщина, на него сонная вдруг ни с того ни с сего напала, когда ей 40-то давно была окончена, и все, мирно разошлись они. А объективно опровергнуть эти показания нельзя. Почему? А потому что, когда представляем мы жертву, ну, в данном случае, подозреваемого судебно-медицинскому эксперту, он прежде всего осматривает, применяет там дополнительные методы какие-то исследования, но для него это должна быть рана открытая. Невозможно нанести себе, например, своей рукой рану по горлу, или в запястье, локтевые, любые другие. Насечки всегда остаются, всегда. По этим вот насечкам эксперт делает выводы, что своей рукой нанесена эта рана, либо посторонней. Но здесь-то рана была уже ушита, эксперт тут представить уже и нечего. И, ну, мало ли что, хирурги очень плохо, надо сказать, описывают рану. Им важна, значит, ее там длина, в лучшем случае, края там ровная, неровная, а что-то еще. Вот эти вот насечки-то, как бы, и прочие дела-то их мало, совершенно интересуют. Для ней главное – это выполнить свою работу, то есть спасти человека, рану эту ушить и так далее и так подобное. И вот я при допросе ему и говорил, «А, знаете, голубчик, ведь с этой медицинской экспертом, это уже было после осмотра, как его осмотрел с этой медицинской экспертом, заключения-то еще не было, но я-то и знаю, что заключение будет не в мою, вот, как сказать, пользу». И вот я вот блефовала, так сказать, я ему заявила, «Знаете, а судебный медицинский эксперт, осмотрев вашу рану, медицинские документы изучив, он пришел к выводу, что эта рана на городе нанесена вовсе даже не вашей женой, а вашей собственной рукой. Вы против познаний специальных не будете возражать, судебный медицинский эксперт? Нет у вас оснований?» Ну, как бы нет. Ну, так вот, он специалист, он дал вот такое заключение, тщательно исследовав и вашу рану, и документы, и так далее, и тому подобное. Ну, клипки, видимо, попался, и он голову повесил. Ой, ну, как бы да. Когда, значит, там, в ходе ссоры я схватил нож и зарезала жену, а потом вот схватила, у него все-таки выдержки и прочие ласки, то есть соображала, делать то что, делать то что, то есть как защититься, как себя-то любимого представить в более-менее свете. Вот и придумал такую вещь, и не пожалел себя, и нанес себе вот эту вот рану, правда, неглубокую совершенно, но, тем не менее, таковая имела место быть. Вот такой, вот такой блеф в моей практике был, по-моему, единственный, больше я не пропоминаю что-то вот такого. Я обычно уже наготовненького, когда уже люди обработаны, то есть они уже готовы рассказать, показать, вот тут выступаю я во всей красе, с протокольчиком, с постановлением цели. Ну и с вопросами покончили, Коль, я хотела бы рассказать сегодня, начать рассказывать, потому что дело долгое, о самом громком, самом большом деле в моей практике. Да, пожалуй, так. И вот, не побоюсь этого слова, таких дел не было ни до меня, и, насколько я понимаю, прошло уже 20 лет, и после меня тоже. И это не только касается нашей республики. Когда начиналось это дело, это был 1993 год, таких дел не было и в России практически, то есть, вернее, тогда даже еще, ну да, в России, и Российской Федерации уже, Союз тоже рухнул. Вот, и это дело о бандитизме. Все дело в том, что у нас бандитизма, как такового, советской власти, это не было. Вот как бы не было еще этого. Если даже какие-то вооруженные группы и создавались, чисто по объективной стороне, то есть, бандитизм, это создание организованной вооруженной группы, с целью нападения на граждан, на учреждения и т.д. Если таковые и подпадали под признаки, тогда это была статья по старому уголовному кодусу 77, под признаки этой статьи, то они просто-напросто разбивались. То есть, если это разбойные нападения были, то есть, занимались только разбой, значит, только 146 по старому кодусу. Разбой и все тут. Если это убийство, значит, 102-я была в свое время, со всеми отягчающими обстоятельствами. То есть, разбивали вот на эпизоды, насколько это возможно. Потому что у нас-то при развитом социализме, строили мы коммунизм, но бандитизма никак не может быть. Вот тогда, где-то после гражданской войны, и сразу, где-то в 20-х годах еще, где-то что-то как-то было. А вот потом-то уже нет. Извините, нет, было. И вот, как родилось это дело. То есть, когда уже, будем так говорить, дозволено было, да? Когда уже гласность какая-никакая, демократия, так называемая, и прочие дела какие. То есть, что есть, то есть. Ну, в весьма приближенном варианте. Началось все с небольшого дела. Как я уже рассказывала, в республиканской прокуратуре дела возбуждались редко. Редко, будем так говорить. Если материалы какие-то были на это решение, то есть, поступало какое-то заявление, или материалы из других контролирующих, и таких-сяких органов, при проверке обнаружились признаки состава преступления такого или иного, тогда, да, возбуждали по этим материалам сами. А в основном, ведь место расследования преступления всегда по уголовному специальному коду по месту его совершения. То есть, расследует та прокуратура, к примеру, последствия из прокуратуры, ну, или милиции, неважно, на территории которой было совершено это преступление. Так вот, началось все с небольшого, как всегда, дела. И он везет. Ну, везло мне, по крайней мере. Начинается все так, как бы, действие-то такое, никакое, а потом. Так вот, значит, изъяли, изъял прокурор республики, это дозволено ОПК, из производства городской прокуратуры, дело об убийстве некого гражданина селища, труп которого был обнаружен во собственном гараже. Там, по-моему, были ножевые ранения. Ну, дело не раскрытое, прошло уже, вернее, прошел уже двухмесячный срок, что-то как-то поделали, обычно по темным делам количество следственных действий весьма, можно сказать, скудные. Осмотры места происшествия, постановление назначения судебно-медицинской экспертизы, возможно, по вещественным доказательствам какие-то судебно-биологические, допросы потерпевших, ну, каких-никаких свидетелей, характеризующие материалы, имеется в виду на потерпевшего. Вот на этом и все. Дело в том, что, значит, прошло уж и двухмесячный срок, и следствие по делу приостанавливалось уже, а мы зачастую принимали дела вот такие, вот гиблые, как мы говорили, нераскрытые, по которым личность не установлена, и никаких наметок даже нет, несмотря на то, что оперативная работа, естественно, продолжается всегда по таким делам. Ну, нет необходимости проводить какие-то следственные действия. Два месяца прошло, все, приостановлено. И вот такое дело возбуждено было по статье 102, то есть с отечающими, раз машины в гараже нет, она была там, соответственно, поглядели, где чего, как поблизости, не уродство, никого нет, убийство в собственном гараже, по всей видимости, прижженное с разбоем, с отечающими обстоятельствами и так далее. Или, скажем, в убуждении, будем так говорить, с целью завладения вот этой самой автомашины. Жигули какие-то были, я не помню какой-то модели. Вот такое делится, плохенькое, поступило в мое производство. Но здесь, на мое счастье, или уж несчастье, я не знаю, тогда-то ведь компьютеров не было, даже и аналитическая работа. Да, конечно, все статистические данные, то есть по карточкам, по способу, по жертве, по том, по всем, масса карточек выставляет, следователь, и оперативники, все это в МВД отсылается, как-то может даже и анализируется, по мотиву, по способу, схожими и так далее и так подобное. Но особо-то возможностей таких не было, к анализу, посмотреть, нет ли похожих, нет ли чего-то там еще такого же. То есть, да и, как я уже сказала, и не-не, усматривать там какую-то банду, чтобы, не дай Боже, было несколько чего-то как-то, этого и быть не должно. Вот такое деятельство попало в мое производство, весьма рядовое, таких дел было много в те времена. И, если кто помнит эти годы, тогда весьма распространена. Ну, 90-е годы, понятно, помните все эти разборки, все эти перестелки и прочие дела. Убийств было просто невероятное количество, и один из доходов вот такого бизнеса, это, конечно, убийство с целью завладения автомашинами. Потому что автомашин тогда было мало, желающих было много, но купить их, приобрести собственность было весьма проблематично. Там очереди всякие разные, талоны, и бог знает что. Так вот, значит, наш городской отдел, то есть, в нашем штабе, наши оперативники решили вот после этого убийства, это было последнее убийство селища, которое приняло сопряженное завладение автомашиной, решили посмотреть, а нет ли у нас в республике еще подобного рода дела. Как же нет? Очень даже есть, в одном Абакане только 9 штук, и все с целью завладения автомашинами. То есть, убийство есть, машин, извините, нет. И где-то пара трупов даже не было, то есть пропал человек, и машина пропала, и нет его нигде. Ну, обычно, говорят, в розыск, такого человека. Если нет таких вот достаточных признаков, что человек убит, как говорится, нет трупа, это не дело. Но не всегда, правда. Посмотрели, о, 9 таких убийств у нас в Хакасии было. Не только в Абакане, в Сеногорске, в Черногорске, в Сибакане был обнаружен труп, и так далее. Решили потом, посмотрели по способу, но не все они, правда, были одинаковые. Основная масса были удавлены. То есть, удавка, ну, не струна, соответственно, какая-то удавка, типа веревки, либо ремня, либо еще чего-то. Были резаны, как в селищах. Был огнестрельный, из малокалиберной винтовки, на свалке труп этот был обнаружен. Вот так. Ну, посмотрели по мотиву, мотив, понятно, в селе завладение. Ну и решили пока поработать по самому свежему, так как и прошло уже несколько месяцев с момента совершения преступления. Свежее, это убийство селещей. Вот, повезло просто оперативникам, выпало, есть там, были показания свидетелей, видели там двух молодых людей, которые крутились возле гаража селищего. И удалось даже, просто невероятным усилием удалось установить фамилию одного из них, так называемого Марченко. Я о нем как-то упоминала. 20-летний вот такой парнишка, безусибакана, даже не абаканский. Это про него я говорила, когда я мать допрашивала. Допрашивала, а на его совесть, он исполнителем был пятиубийств. Она говорит, не может быть, не может быть. Это такой мальчик, он такой жалостливый, он такой, он, вы знаете, вот в детстве, когда ему было лет 8 или 9, мальчишки на улице забивали крысу камнями. Так он отобрал эту крысу из битвы, он спрятал ее за пазуху, он принес ее домой, он там ухаживал за ней и так далее. Ну вот так. Крысу пожалела, людей нет. Вот такая вот ситуация сложилась. Ну, коль мы уцепились за этого Марченко пока, установили и второго тоже, молодого такого же мальчишка, правда, на тот момент его уже тут не было, он уехал за пределы республики, Марченко. Быстенько поскакали, естественно, его доставили, стали с ним разговаривать, естественно, пока никак, ничего не знаю, ничего не видел. Вы знаете, вот обычно по такого рода делам, громким имеется в виду, резонансным, оперативное сопровождение, то есть оперативники со мной работали из МВД. Я уж как-то привыкла, а горожане, которые на земле, ну, где-то там на подхвате, может быть, кто-то чего-то как-то. А здесь вот так вот получилось, что МВД вообще было ни при чем, а городской отдел внутренний дел наоборот. И причем, знаете, вот работал тогда такой Вячеслав Гуляев, он опером был, комменным был, да и проработал-то не так уж много времени. Он по имуществам преступления, как ни странно, работал в основном. А здесь, значит, его подпрыгали вот по такому роду. Ну, как бы, имуществом тоже как-то касается машина. Но, тем не менее, там есть отделение именно, которое против личности преступлениями занимается. Вот он, в первую очередь, начал, был тогда еще замк по оперативной работе Черепан, ой, колоссальной памяти человеку, вот просто человечище, я таких никогда не видела, просто вот компьютер, ну, какую фамилию не назови, агенда там, по делам каким-то, про кое-же массы людей, которые, с которыми оперативниками работали, если даже допрашивают их следователи, если это балласт, то есть шлак ненужный, ничего, если он не говорит, он помнил абсолютно все. Такой здоровенный дядька с кулачищем, такой рыжий, обаятельный, такой, одна приятность была с ним работать. Вот это Гуляев, Иже, еще там пара-тройка оперативников, взяли вот этого Марченко в оборот, вот знаете, никакого мордобоя абсолютно, никакого они не носили, они вот просто сидели всю ночь, вывели его из ИВС, они пили чай, они курили, они говорили о жизни, и вот как-то вот так вот, вот дошли они все-таки ключ к этому Марченко, поплыло. Да, вот этого селещего я вот со своим подельником так-то так-то убил. А как это было, а чего дальше больше? Марченко-то еще больше сказал. Не сами-то я убивала, мы-то исполнители только были, нам было поручено, кто поручил? Да есть такие азербайджанцы, знаете, Миша зовут одного, потом Федя там был, причем Федя не один, Федя один, Федя два, о боже ж ты мой. Еще называют там пару-тройку вот так же, кто такие азербайджанцы. Ну, понятно, в каждом почти населенном пункте, в крупном, какая-то диаспора, такая-то, какая-то из азербайджанцы, армяне, там и прочее. Они всегда кучкуются, где-то их можно обнаружить, не всегда они зарегистрированы, бывали. Будто бы проблем нет. А вот попробую установить, что за Миша, как его зовут на самом деле, что за Федя один, что за Федя два. И вот тут оперативники понеслись, начали установить. Ну, я, естественно, тут же прибежала. Мы допросили Мароченко, ну, более-менее, по крайней мере, закрепились, когда, что, с кем, куда, способ, где машина. Машина, естественно, вот этим организатором, то есть азербайджанцем. Миша был там у Коля, еще ту винницу. Ой, ой, ой. Короче, в концовке установили этого Мишу. Это оказался некий Миреев. Миреев в годах уже азербайджанец стопы. Установили мы еще одного, некий Гамбаров. Так получилось, по крайней мере, я определил обвинение, что здесь было два организатора банды. Один Миреев, а другой, значит, Гамбаров. Были свои исполнители. Это были не только Марченко, и же с ними. Убили еще ряд людей. Вот этот самый Коля, так называемый, то винница, фамилия Вассад, и же с ними еще четверо туинцев было. Он был художник. Рисовал просто замечательно. Причем была левша. Так интересно было наблюдать, он для него, значит, рукой тынь-тынь-тынь-тынь, слева-направо, когда пишет, рисует, либо там что-то. И вот, значит, было поставлено вот на такую ногу. Они не планировали там вот этого, вот этого, вот этого. Кто попадется, значит, вот вы исполнители, вы, значит, выходите на дорогу, где-то что-то как-то, останавливаете любую попавшуюся машину, потом, значит, ваша проблема, вы его убиваете как-то, неважно, труп куда-то выбрасываете, скрываете, машинку нам, значит, доставляете, а потом уже наши проблемы. Проблема разрешалась весьма просто. Значит, документы обычно приводить либо в машине, это понятно, да. Вот. Поэтому, значит, документы, естественно, изымались. Сад наш великолепный быстренько готовил доверенность на управление этой автомашиной и доверенность на снятие ее с учета. Здесь же он готовил печати, вырезал, снятие автомашины с учета, обостановке на учет ее. Значит, доверенность, естественно, тоже заверялась, нотариальные печати. То есть, вот на один, где-то мы сосчитали порядка, наверное, 60-ти печати всего сад изготовил различного рода. и гаишных, и нотариальных, и от имени потерпевшего, и так далее, и так далее, и так далее. Машины обычно отгонялись теми или иными лицами, которые в этой же банде находились, они отгонялись в Томску, либо Новосибирскую область. А раньше, опять же, повторяю, из компьютеров не было, базы никакой нет, и поэтому все это вручную, то есть, номера, естественно, снимались, доверенность имеется, пригоняли, находили покупателя, а в покупателях так сказать не было, никакого недостатка желающих массы, причем цена такая весьма-весьма низкая, будем так говорить. Быстренько, значит, снимали с учета, вернее, она снята с учета, здесь уже была, никто не интересовался, а действительно снята, потому что не вызывало сомнений ни печати, ни доверенности, ни какие другие документы. Ставили на учет вот в этом населенном пункте, соответственно, все это проходили оформление, как это положено, и все, номера снимаются, уничтожаются, новые выдаются, машины нет. Вот попробуйте, поищите, вот объявили мы в розыск эту машину, не сразу, конечно, потому что то водителя, не сразу труп установили, он в бизнесе пропавший, запросы, естественно, разослали ближайшие Каярии области, нет ли такой машины, не встречалось ли, а нету, потому что прошло время, машина уже продана, номера заменены, и попробуйте ее найдите. Вот, к нашей части сказать, к части оперативников, следователей, я не одна работала по этому делу, я была руководителем следственной оперативной группы, в группу входили еще раз следователи, не только у нас, в республике, но и Литувинске, Новосибирске, Томске и так далее, на территории которых тоже совершались преступления. Вот, надо сказать, что, несмотря на эти сложности ужасные, мы нашли все машины, да, но работа была проведена, агрома, вот представьте себе, вот массив, хотя машин, конечно, было не столько, сколько сейчас, но тем не менее, в Новосибирских, областном, значит, по всем краям, вот, в смысле Кемерово, Томск, Новосибирские области, нужно было вручную, вручную все карточки перебирать, и искать только по номеру двигателя, шасси там, кузова и так далее, все, потому что номеров-то нет, работа была проведена просто, огромнейшая, и с пониманием нас встретили там, потому что, ну, не только нам это нужно было, работу проводили, несмотря на занятость, машины нам удалось установить, правда, так ору было, покупатели добросовестные, они ведь, так сказать, их в заблуждение вели, у них и не было никаких сомнений, что эти машины чистые, то есть, ни с какого-то, вот, снято с учета, значит, сюда доставлено, волен продавать там, где я тебе удобно, не хочу в Хакасии продавать, поеду в Томск, или в Новосибирск, либо еще куда-то, вот так, крику было, ой, наслушались мы, конечно, свой адрес, хотя пытались убедить, что, ну, убийство же, машина похищена, родственники плачут, трагедии, прочие дела, ну, мне это хуже, деньги-то немалые, машина стоила, так вот, посредием-то заработку, по тогдашим временам, вот так, и в суд обращались, да, а взять-то с них нечего, вот кажется себе, что машину отгоняли, ну, по тем ценам, где-то, 3 тысячи положено, за 3 тысячи ее продавали, рубли, конечно, валюта тогда еще действовала, в общем, 7,8, то есть я нарушение правил валютных операций, вот, в эпизоде участвовал там, организатор, исполнитель, значит, пособники, тот же сад, изготовитель печати доверенности, прочих дел, еще там, ну, получается, где-то 6 человек, да, вот поделите 3 тысячи на 6, получается там 500 рублей, ни о чем, деньги никакие, да и то, как бы, организатор себе оставлял винную долю, а так тебе, короче, так, выпить, закусить, вот и все, вот, вот такой вот доход, то есть особых-то капиталов не нажили, естественно, в связи с этими убийствами, вот, и искр предъявить им было, не на что, имущества никакого, и ничего нигде, ну, вот, слава Богу, что потерпевшему возместили машины, то есть, на туре мы их пригнали, они были целые, они вредимые, в принципе, вот так. Ну, таких эпизодов нам удалось доказать, помнится, только 14, хотя по нашим оперативным данным их было гораздо больше, но, извините, вот, что смогли, то смогли, и так мы уже из себя, как бы, уже выпрыгнули сложность, работа была, конечно, ужасная, у меня в производстве, помню, тогда были еще многоэпизодные дела, по многу людей, и приходилось по ним работать много, а здесь вот просто бал такой, каждый день, каждый день, ребята работают и оперативники, одного задержали, второго задержали, протокол, значит, состав, прибеги, допроси, значит, пока с ним работаю, чего-то как-то, пошел, что-то стал говорить, бегом-бегом, пока говорит, значит, поскакал, скажет, ВВС, допрашивает, тут постановление об экспертизах различного рода, тут обыски повальные, тут выемки, тут, ну, просто вот, а я одна, вот, на первых порах, я просто-напросто одна. Зашивались буквально, торопились, естественно, скорее, 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 вот пока по горячим следам, пока говорят, нужно закрепить все следы, и так далее, и тому подобное. Трупы мы пару штук нашли, то есть, при проведении следственных экспериментов, называемых, мы, значит, указали, уже, конечно, останки там скритированные были, но, тем не менее, если бы не указали, то никогда бы не нашли. В таком месте, это заброшенные руины сахарного завода, подвал там какой-то, боже мой, пока мы его вытаскивали оттуда, просто вот, какая-то катакомба, я раз пять, наверное, головой треснулся, потолок и прочие эти дела, пока оттуда все это вытаскивали, достаточно сложно было и далеко. Вот, это одно. Второе, не все лица, о которых нам становилось известно, которые были причастны, вот к этой банде, к этим убийствам, оставались где-то здесь на месте. Многие уже выехали, и приходилось их разыскивать. Ну, в общем-то, заботы иногородних, так сказать, розысков, они достаточно воспринимаются прохладно на местах. Своих, знаете ли, забот полным-полно, а тут еще, бог знает откуда, вот поищите, вот, значит, в розыск объявите, а если в розыск, то там масса всякой, бумажной, такой-сякой работы. Посмотрели и так, немножко, нету, отписались, нету у нас, не располагаем никакими сведениями. И поэтому приходилось и самим выезжать, помнится, некий, это Федя один, на самом деле его Фархат звали, а фамилия у Азизов была. На тот момент, на момент расследования, он убежал в Владивосток, далеко. мы уже слали туда неоднократно постоянно всякие поручения, вот поищите, вот такого вот Азербайна, вот найдите, нету, 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 ничего похожего, ничего похожего, ничего похожего, естественно, не резетировано, ничего никак. Вот, вылетали мы, свои, наши оперативники, сами туда уже, сами бегали, с помощью тамошних, искали несколько раз, все это накладно, конечно, занимает очень много времени, но нашли мы его все-таки, этого Азизова, мы его этапировали сюда, в Хакасию, есть еще, из Томска области, ну, здесь уж попроще было, выезжали, ну, несколько человек, по крайней мере, нашли, вот, где-то трое-четыре, наверное, из этой банды так не удалось найти, помню, один был по кличке Тарзан, установили мы, на самом деле, он такой, были весьма противоречивые сведения, то ли его убили, то ли он сам чего-то, ну, темная история, бились-бились, но толку не, так и, не нашли. Ну, в общем-то, закон позволяет выделить в отношении неразыспанных лиц, если вина их точно установлена, то есть, заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, избранное мера пресечения, положим арест, то, если это не повредит окончательному разрешению дела, вообще, то возможно выделение в отношении этих лиц материалов в отдельное производство, то есть, оно будет расследоваться отдельно, когда их отыщут, узнают, вот тогда возобновляется, и уже эти эпизоды с их участием по-новому расследуются. В общем-то, так получилось, что без этих троих или четверых, в общем-то, без ущерба вот эти эпизоды можно было направлять в суд, поскольку остальные лица были все разысканы, им было предъявлено обвинение, мера пресечения и так далее. Доказательства были добыты, не то, что прошло уже достаточно длительное время с момента совершения этих преступлений. Вот так. Где-то, наверное, я как говорила, 14 эпизодов было убийств в разных городах и весях, и всего было человек 19. Ну, такого количества обвиняемых, как я говорила, не было ни до того, ни после того. Я потом расскажу, как приходилось рассматривать вот это дело. Мне просто мне самую дрожь брала, честное слово. Я потом смотрела и думала, боже мой, боже мой, неужели это я? Неужели это я? Вот костьми легла и просто вот я вот скажу, что когда я составляла обвинительное заключение по этому делу, оно ни много, ни мало, 40 томов дело это было, вот, и обвинительное заключение достаточно объемное было, я просто молила Бога, чтобы только не умереть. Только не умереть, только бы успеть, только бы успеть, потому что никто, кроме меня, это дело не закончит. Настолько оно было объемно, причем не то, что вот этот исполнитель и по всем эпизодам, вот этот пособник и по всем, нет, они переливаются, один из этой, двое, значит, из той группировки, и вот они вот все, меня потом в государственном видите, и говорит, как вы всех их запомнили, ну, вот, вот так пришлось. На сегодня, пожалуй, все. До свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok,